Здарова, бандит! Как сам? Я думаю, ты так давно ждал нового видосика и капитана Прайса. Напиши, что больше ждал Прайса или всё же мой видосик. И, кстати, вышел новый сезон с капитаном Прайса. Он стоит тысячу коинов. Капитан Прайс, который находится у Кайлицы, имеет много топовых обликов, которые будут открываться по прохождению боевого пропуска. По мне, так самый лучший скин это на сотом уровне. Батл Пасса. Как вы думаете, сколько Прайсов вы увидите в кат? Ставим рекорды. Я предполагаю, процентов 70-80 точно. Что ещё есть интересное, это добавили гудки на все виды транспорта, даже на вертолёт. Ну да ладно, идём дальше. К картиночке мы пропускаем. Нож, на котором написано «Свобода». Дальше ждёт вас 100 коинов. На восьмом – Гарпия. То ли УЗИ, то ли непонятная ПП. Если кто-то узнал её, напишите, пожалуйста, в комментарии. В девятом Батл Пассе ждёт вас скин квадроцикла. В пятый Батл Пасс ждёт нас урзыстанский спецгруппа. Бородатый дятенька, которому нарисовали ужасную бороду на фотошопе. Что за ужаса хватит нас, когда мы встретим его в игре? Так, дальше рисунки всякие – это ерунда. На пятнадцатом – Феник. Это новый пистолет-пулемёт, который добавили в игру. Пройдёмся по самым основным, так как мелочи, я думаю, мало кого интересуют. Такие, как нашивки и рисунки. На восемнадцатом – пулемёт «Закатные краски». Оригинальное название пулемёту. Я такого ещё не слышал. В двадцатом уровне Батл Пасса – это редкий облик «Коготь». Вот с этим обликом варзанята точно начнут нагибать. Если ты не в курсе, кто такие варзанята, советую посмотреть мой видос про Рамп 7. На двадцать первом – пустой взгляд. Это штурмовка. Я так понимаю, скин для М13, либо А4А1. На двадцать четвёртом – амулет. Расходный материал в виде противогаза. Пойдёт. Двадцать шестое – раскраска грузовика. Так, по мне, выглядит как-то очень убого. Я, наверное, не буду ставить. Хотя, предыдущий скин выглядит ещё хуже. Скорее всего, поставлю. Двадцать седьмой – вот это ждал я давно. Редкий чертёж на дробовик эха. В простонародии – домовой удар. Ведь дома мы любим рашить. Самое главное, чтобы их сейчас не понерфили. Тридцатый – облик коалиции. Очередной бородатый дядь. Тридцать первый – батл пасс. Я так понимаю, это новый автомат. CR-56 Амакс. В игру добавили новый автомат на патронах 7.62. Такие, как у Калаша. Тридцать четвёртый – это часы с мини-картой на дисплее. Поставить, думаю, можно, но туда обращать внимание вряд ли кто будет. Если порой на обычную карту не все обращают внимание. В тридцать пятом нас ждёт, угораю, конечно, с названия «Девственный лес». Это скин на коряк. В принципе, красивый такой корячок. В лемой пистолеты всякие. А на тридцать девятом мы видим автомобиль. С офигенным камуфляжем. По которому трудно будет промазать с РПГ. Так как его будет видно издалека. Сороковой. Скин на очередного бородача. Да, у него есть борода. Просто он скрывает её под повязкой. И глаза у него похожи на одного артиста из фильма «Полицейский срублёвки». Сорок второй. Очередной пистолет. Пулемёт, который остаётся только думать и гадать, чей это чертёж. Оу, я разглядел не сразу. Посмотрите, какой у него глушитель. Тебя в него что осы покусали? Почему он у тебя такой большой? Тебе, я думаю, даже позавидует лысый с Бразерс. Ну вы поняли. Сорок пятый. Да. Как вы думаете, что нас ждёт на сорок пятом батл пассе? Конечно же пулемёт. Да ещё с таким прицелом. Теперь будут не только кемперы со снайперскими винтовками, но ещё и кемперы с пулемётом, кидающие на пол карты свои стальные пульки. Но да ладно. Думаю, их будет не так много. Мы и добрались до 50-го батл пасса. Где находится скин Луганари? Такой персонаж, видимо, прибыл к нам из Италии. Ты, наверное, спросишь, как я понял, откуда он? Добро. У него нашивка на рукаве. 51-й скин, я думаю, на М13. Вроде бы на эту штурмовую винтовку, если я всё правильно понимаю. Скин на коряк. Лука, мать его, седла. Где вы берёте такие названия? Выглядит красиво, не спорю. 50-й батл пасс. Редкий облик Элис. Мятеж. Такие то ли девушка, то ли это мужик. Непонятно, прибыли к нам. 52-й на ручные часы. Красная черта. Выглядит довольно-таки странно. 55-й. И там прячется петушара. Он же П-90. Скин на петуха, конечно же, здорово. Петушара. Российская ДРГ ждёт тебя на 70-м батл пассе. Вот и мы пришли, вертанс. Тогда он точно будет наш. Второй пулемёт. Чёрненький такой пулемёт с прицелом. Чтобы можно было снайперить. О, как ты любишь. Пошла вишенка на торте. Это мега скин на вертолёт на 75-м пассе. Это просто бомба. Это шедевр. Теперь другие вертолёты больше не увидим. Только ради этого скина можно брать этот батл пасс. 76-м. Снайперская винтовка. Напиши, как часто ты используешь в комплектах пулемёты, либо снайперские винтовки. Мне просто и очень интересно. Я редко ими пользуюсь. 50-й. Скин на бойца в форме США. В 71-м. Таится снайперская винтовка. Ручеёк. Довольно-таки интересный скинчик. В 55-м. ПП. Опять ПП. Я так думаю, это скин на Вектор. В 79-м. Притаился дробовик Династия. Довольно-таки такой красивый. Необычный скин. 90-й. Облик Искра. Вот ещё одна девушка появится в Верденске. С ножницами и пробирками на груди. Почему-то немножко лысая. Видимо, в душе она парикмахер. В 90-м ждут нас часы. На 95-м пулемёт. Пулемёт внешний вид, у которого довольно-таки неплохой. На 100-м уровне тебя ждёт прайс. Самый офигенный скин на капитана. Также на 100-м уровне ты получишь зелёную тележку. Её парковать только в траве. По-другому её будут видеть везде. Чтобы не затягивать видео, я скажу, добавили новый режим. Это командная борьба. Смысл её такой. 50 против 50. Сражаются на определённой карте. Сделай такой режим, где люди постоянно падают с неба. Где ты можешь сразу брать пулемёт и не давать им приземляться на землю. Итак, бандит, не забудь написать комментарий и поставить лайк. А также написать своё мнение по поводу нового сезона. Ведь я читаю каждый комментарий. Всем удачи и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok